Курбан Шираев, чемпион Европы, молодой парень, растущий парень. Скажи, пожалуйста, как ты стал заниматься борьбой, что тебя побудило и почему не каким-то другим видом спорта? Ну, как бы, я из города Хасаюрт, кузница олимпийских чемпионов, как все знают. И старший брат тоже занимался вольной борьбой. Сам отец тоже, ну, как бы большой любитель, всегда присутствует на соревнованиях, тоже наблюдает, да. И так как еще старший брат тренировался, я за ним когда-то уже начал заниматься вольной борьбой. То есть тебе не было шансов не сломать уши, да? Уши. У меня они долгое время не ломались, а потом я постоянно говорю, типа, когда мне говорили, что у тебя уши не сломаны, я говорю, кто-то типа на матах валяется, у того и бывает сломан. А потом в итоге у меня тоже сломались. У меня случай был интересный, тоже расскажу. В России парень, борец, пришел в баню общественно сгонять вес, а там парят жестко-жестко, а у него уже мало осталось. И он этому банщику говорит, слушай, прекрати, смотри какой пар, посмотри на мои уши. Они не замечали, испугались, убежали. Сейчас вам этой темы нет вообще. Слушай, скажи, пожалуйста, вот была самоизоляция. Как вы там в Хасавюрте справлялись с этой ситуацией? Нарушали, тренировались или каждый как по индивидуальному графику? Основным каждый по индивидуальному тренировался кто-то. Основным многие на улице тренировались, так как и погода там позволяла, хорошая погода была. И кто там в домашнем, кто по два, по три человека сами тоже. Допустим, у меня дома есть небольшой ковер, я там забирал своего друга и с ним там тренировался. Ну кто где, да. А потом уже под конец как бы уже чуточку по десять человеку так тренировались. Сейчас уже полноценно. Естественно, ты следишь за лидерами взрослой сборной, сам попал во взрослую команду уже. С кем бы ты хотел провести схватку? Кто твой соперник мечты? Нет, так нету, чтобы соперник мечты, как бы да. Но вот сегодня наблюдал, что я 5 килограмм, очень даже хорошие, интересные схватки были. А финалисты тоже ожидаемые, как бы, которые все, тем более, их разводили по сеткам. А ожидаемый финал тоже, ну, хорошая, напряженная схватка была. Я как бы наблюдал, да, сейчас. В следующем году опять-таки спущусь в эту весовую категорию. Сейчас мы с тренером, ну, решили, что в 70 килограмм нам будет лучше пробороться, да. А в следующем году я опять спущусь в 5 килограмм. А генетика у тебя, родители высокие, там, потомки высокие, может, ты вырастешь? Нет, родители-то не высокие, ну, примерно, вот сейчас, как я, да. А вес как бы уже потихоньку поднимается. Вот в следующий цикл я 2-5 килограмм, а потом планируем перейти в 7-74 килограмм. Ну, потихоньку, да. А сейчас, в любом случае, в следующий год 6-5 килограмм, да, бороться планируем. А с кем из иностранных спортсменов, вот звезд мировой борьбы, хотелось бы сделать встречу, вот тебе побороться с Бароузом, с Чемизой, или, там, с кубинцами, с кем? Честно сказать, нет мне такого определенного желания, чтобы с кем-нибудь из них. У меня не бывает такое, что я хотел бы с кем-то определенно побороться. Как турнирная сетка, да, разложить, кто с кем попадет, и на каждого настраиваюсь, выхожу, борюсь, я и вот так, я сам. Нет такого. Естественно, каждый борец, особенно парень из Хасавюрта, мечтает попасть на Олимпийские игры. Ты какой город выбираешь для себя? Ближайший, Токио или Париж? Естественно, Токио, так как я верю в себя, да, как вы сказали, любой мечтает. Я тоже так же мечтаю, я работал, тренировался для этого. И сейчас я верю в себя, ну, конечно, есть люди, которые не верят, и хочется в тот же время им доказать обратное, да. Естественно, когда цель на Токио, а дальше, как предписано будет, так и получится. Но опять-таки я верю в себя.